С вами Ивановский Никита Настало время поделиться впечатлениями от работы с виртуальной реальностью Я проведу краткий обзор шлема Samsung GR VR 2 Его сравнение с Oculus Rift DK2 И расскажу про плюсы и минусы использования тех или иных технологий Так как этот шлем больше подходит для работы с Windows Этот шлем, эти очки подходят для работы с мобильными устройствами Самым главным плюсом и самым главным отличием этих двух очков, этих двух шлемов Выключается в присутствии проводов, здесь их отсутствии Здесь огромное количество вот таких мотки проводов Которые подключаются через HDMI и через USB к компьютеру Обзор этого шлема я проводил и рассказывал про те приложения, которые мы создаем для них И архитектурные, и учебные Кроме основных шнуров, здесь еще идут дополнительные мотки проводов Идут различные камеры слежения для положения человека в пространстве Идут дополнительные линзы Если человек, например, носит очки, либо линзы, то ему необходимо будет менять, соответственно, вот эти стеклышки И подстраивать под себя, под свое зрение данный шлем В этом же устройстве все намного, намного, намного проще И, можно сказать, круче Здесь никаких проводов нет Мы можем подключать вот такой небольшой проводок Самсунговский проводок для зарядки телефона, который находится здесь То есть в этих очках монитор уже присутствует И, кстати, по тестированию и по разборке Oculus Rift DK2 Здесь используется монитор от Samsung Note 3 Так как сюда уже подключаются устройства, такие как Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note 5, S6 Edge и так далее То у них уже разрешение идет Quad HD Здесь разрешение Full HD 1920 на 1080 То есть здесь разрешение в два раза больше За счет того, что мы можем поместить сюда телефон То есть никаких нам проводов не нужно, никаких компьютеров Мы просто берем телефон, берем очки Снимаем вот эту защитную панельку Ну и, соответственно, помещаем сюда телефон Так вот, за счет того, что здесь разрешение в два раза больше Погружение в виртуальной реальности происходит более глубоко И пикселизация не так заметна во всех приложениях Еще раз повторяю, что обзор по первым очкам вы можете посмотреть в YouTube Ссылочку мы приведем здесь же Под плюсы и минусы сейчас и про те приложения, которые можно использовать вот с этими очками Я сейчас расскажу Сюда у меня уже установлен Samsung У меня уже установлено специальное приложение под названием Oculus В это приложение я загрузил большое количество программ Здесь и виртуальные музеи, здесь и игры, и различные прогулки с динозаврами Все-все-все есть Я опять же расскажу и покажу на телевизоре те приложения, с которыми вы можете познакомиться Абсолютно бесплатно, опять же, ничего не устанавливая, не используя Windows То есть взять телефон, взять эти очки, пойти куда угодно, сесть в кинотеатре, сесть у себя дома, сесть на работе И погрузиться в виртуальную реальность Достаточно всего лишь навсего поместить вот таким вот образом эти очки Сюда в разъем Подключить их Одеть, соответственно, их на себя И вот здесь уже подстройка линз происходит намного удобнее То есть здесь есть специальное наверху колесико, с помощью которого мы отдаляем либо приближаем телефон Тем самым подстраиваем под свое зрение виртуальную реальность, можно так сказать И картинку, которую вот здесь мы уже ощущаем В этих очках уже все встроено Здесь все датчики встроены То есть датчики слежения положения, датчики тачи Например, вот здесь сбоку есть специальный тач, с помощью которого мы управляем виртуальной реальностью Управляем меню Вот здесь сейчас зашел в виртуальное меню И могу управлять теми приложениями, соответственно, которые я установил То есть вот здесь, опять же, в тачи есть центральная кнопка, на которой мы нажимаем для подтверждения Здесь же есть кнопка, большая кнопка возврата То есть направлением головы, положением головы в пространстве мы можем выбирать какое-либо приложение Из нашего меню, то есть вот здесь передо мной сейчас, передо мной меню В окружении у меня интерьер, то есть я оказываюсь в виртуальном пространстве То есть я уже ничего не вижу, что у меня происходит вокруг Если я еще одену наушники, то абсолютно ничего не будет слышно Это самый большой плюс для больших рекламных проектов То есть все внимание клиента сосредоточено на именно вашем продукте Диском храме С помощью, опять же, тача и с помощью кнопок я могу очень хорошо переходить между различными ключевыми точками Выбирать те места, в которых я хочу снова оказаться Если я хочу вернуться, например, в меню, я нажимаю на кнопку назад, оказываюсь в меню непосредственно самого окулиса И выбираю уже другое какое-то приложение Могу поплавать с дельфинами, могу поиграть в стрелялки какие-то Могу оказаться где-то посреди колизея, поучить английский и так далее, так далее Оказаться, например, в человеческом теле, посмотреть мультики, посмотреть кино и так далее, так далее То есть эти технологии, на самом деле, в чем большой-большой плюс мобильного вот этого устройства В том, что, как я уже говорил, нет абсолютно никаких проводов Разрешение здесь лучше То есть здесь Full HD, здесь Full HD И, кроме того, минусом, конечно же, является конвертация приложения Чтобы, например, посмотреть виртуальный тур по какому-то архитектурному пространству, строению Нам ничего не нужно сделать, только скомпилировать экзешник для Windows, подключить Oculus и прогуляться по, например, ресторану, по отелю, по заводу Здесь же необходима серьезная конвертация от приложения для Android Кроме того, необходима оптимизация вот для этого Touch Так как здесь, опять же, управление происходит либо мышкой, либо геймпадом Здесь, кстати, тоже есть геймпад, но он стоит дополнительно денег И не все приложения, опять же, чтобы его подключить, нужны очень хорошие программисты У нас есть в штате, но это, можно сказать, дороже Давайте теперь я отключу Теперь я отключаю телефон от Oculus И продемонстрирую вам, какие же приложения я сейчас просмотрел у себя Сейчас в какие я погрузился приложения Это первое приложение, которое мы сейчас с вами рассмотрим Прогулка с аквалангом То есть мы можем оказаться под водой, поплавать с акулами, поплавать с дельфинами Удивительное приложение под названием Парк Юрского периода Юрский, можно так сказать, мир Мы оказываемся посреди доисторического леса, рядом с динозавром Динозавр подходит к нам, обнюхивает нас, облизывает То есть полное погружение Настолько классная демонстрация возможности виртуальной реальности Пожалуйста, установите, попробуйте, если вы еще сомневаетесь в том, насколько это круто и современно Приложение, посвященное Мстителям Мы можем оказаться в костюме Железного Человека Полетать вместе с Тором Увидеть, как он бросает молот Попробовать, попробовать сразиться с Халком И повзрывать роботов, злых роботов вместе со всеми Мстителями Мы можем прогуляться по автосалону Присесть за руль какого-либо хорошего, дорогого автомобиля Ощутить удобство выполнения и вообще материалы выполнения этого салона Ну и, соответственно, понять, опять же, нужна нам этот автомобиль Покупка, приобретение этого автомобиля или нет Следующее приложение – это игрушка Очень хорошее приложение, посвященное виртуальной галереи Мы оказываемся в середине интерьера Вот такого интерьера То есть вот такие приложения мы создавали только для Windows Сейчас полностью свою деятельность перенаправляем и в мобильное русло Здесь мы можем подойти к любой картине, рассмотреть все ее детали Кроме того, даже отчасти пообщаться с героями этих произведений искусства Следующее приложение – это видеопрезентации автомобилей Очень классное приложение, которое подойдет как фармацевтам, так и разработчикам различных медицинских приборов BodyVR То есть мы оказываемся внутри человеческого тела Пролетим по сосудам, кровеносным сосудам вместе с эритроцитами, вместе с лейкоцитами Можем посмотреть, как работают тромбоциты Как вообще устроено человеческое сердце, например, и так далее, и так далее Приложений огромное количество К сожалению, я вам не могу показать, передать через видео, как это все выглядит в очках Это просто потрясающе То есть четкость и вот Quad HD экран телефона позволяет нам серьезно погрузиться Намного более полно погрузиться, нежели вот в этих очках Oculus Rift DK2 Погрузиться в виртуальную реальность Побывать, например, в цирке Дюс-Алей Опять же, поплавать уже в анимированном море За мобильными приложениями для VR будущее, на мой взгляд Если вы студент, если вы школьник, то вы можете встать в основу всех этих новейших технологий Изучить и графическую составляющую, и программную составляющую В моей школе существует целый курс, мой личный Под названием Unreal Hotel, в котором мы изучаем моделирование, создание графики, виртуальной графики с нуля То есть начиная с самых основ моделирования и текстурирования Заканчивая созданием виртуальных ассетов и компиляцией приложений для Windows То есть вы можете самостоятельно уже через некоторое время, уже через несколько месяцев Заняться самостоятельно созданием вот таких либо мобильных приложений, либо приложений для Oculus UDK2 Windows Для Windows Если вы директор крупной компании, либо, например, инвестор То вы можете презентовать свой продукт на абсолютно новом уровне, на ультрасовременном уровне Поразить всех своих клиентов, сконцентрировать их внимание на своем продукте Тем самым вызвать повышение продаж, повышение, больше интереса к своей сфере, больше интереса к своему производству Я считаю, что вот зачем будущее Будущее не за телевизорами, не за компьютерами, не за какими-то даже компактными компьютерами А именно за мобильными устройствами, за мобильными технологиями То есть все, что сейчас будет делаться и делается Будет осуществляться в направлении развития вот этих самых мобильных приложений Если вы хотите сейчас уже, опять же, начинать и стать первыми И начинать поражать своих заказчиков вот этими фишками, примочками Добро пожаловать на мой сайт lavadesign.ru Либо в школу wiskool.ru С вами лично пообщаемся Соответственно, сформулируем Выявим вашу телевизорную аудиторию И в соответствии со всем вот таким микроисследованием Определимся, какое вам приложение будет более актуально Либо приложение для Windows, либо приложение для мобильного устройства Ну и, соответственно, начнем совместную разработку С вами был Ивановский Никита Пока-пока, до следующего обзора Надеюсь, этот обзор вам был полезен И вы найдете какие-то фишки для себя И новые технологичные направления в своей профессиональной деятельности Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok